Сочи ожидается сильный ветер, а в горячем ключе ликвидируют последствия подтопления. В Сочи официально появился поселок Сириус, подписано распоряжение правительства. Теперь уже свои квадратные метры в Сочи детям-сиротам вручили ключи от квартир. На раздумья меньше двух недель. 16 февраля сочинцы выберут место для новых скверов в своих районах. В среду в Сочи ожидается сильный ветер. Утром и днем 5 февраля порывы могут достигать 20 метров в секунду. Кроме того, в горах выше 500 метров над уровнем моря слабая лавинная опасность. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности. Не оставлять свои автомобили под деревьями и рекламными конструкциями. Ну а в случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 112. А в горячем ключе сегодня ввели режим ЧАЭС. Из-за сильных дождей разлилась река Псикупс. Уровень воды в реке поднялся до опасной отметки. За минувшие сутки в городе выпало более 30 миллиметров осадков. Вениамин Кондратьев поручил провести обход домов в горячем ключе для оценки ущерба от подтоплений. Ситуация с повышением уровня рек в городе и его окрестностях находится под личным контролем губернатора Краснодарского края. Все оперативные службы региона переведены в усиленный режим работы, так как не исключены повторные случаи подтопления в горячем ключе и подъем уровня рек на Черноморском побережье от Анапы до Магри. Из-за вероятности подтопления сейчас в станице Саратовской, которая находится в низине, развернут эвакопункт. Ситуация находится на постоянном контроле администрации горячего ключа и краевого министерства ГОИЧС. Комиссии по оценке ущерба от паводков уже работают в селе Фоногорийском. От жителей поступают заявки. В администрации города сообщили, что обстановка в горячем ключе и окрестностях стабильная. 70 краевых чиновников лишились своих постов из-за коррупции в прошлом году. Об этом сегодня на заседании коллегии прокуратуры рассказал руководитель краевого ведомства Сергей Табельский. В совещании принял участие и глава региона. Вениамин Кондратьев отметил, что именно принципиальная позиция прокуратуры позволяет доводить дела о коррупции до суда вне зависимости от высоких должностей и статуса обвиняемых. С участием надзорных органов удалось предотвратить нецелевое расходование бюджетных средств в размере 500 миллионов рублей. Неизменным приоритетом для нас оставалась борьба с коррупцией. С учетом заданной генеральной прокуратуры курса, основные усилия были сосредоточены на выявлении и пресечении значимых и общественно опасных деяний, которые требуют прокурорского вмешательства. Во взаимодействии с законодательной, исполнительной властью, правоохранительными структурами сегодня совершенствуется и региональное, и муниципальное нормотворчество, и борьба с коррупцией в этом направлении очень важна и серьезна. Превентивные должны быть приниматься меры. А всего правоохранительными органами выявлено более тысячи коррупционных преступлений. Практически полмиллиарда рублей нецелевого использования бюджетных средств были выявлены, я бы сказал, пресечены, а самое главное, виновные в нецелевом использовании понесли заслуженное наказание. Я благодарен прокурору края за свою позицию, за неотвратимость наказания любого чиновника, любого должностного лица в крае, какую бы должность он ни занимал. Это принципиально, иначе, если будут кто-то недосягаем, либо избирательный подход, никогда мы не сможем навести порядок в коррупционной составляющей жизни нашего края. Надзорная деятельность краевого ведомства за прошедший год достигла серьезных результатов во многих направлениях. Например, снизилось количество необоснованных проверок бизнеса. В прошлом году решением прокуратуры отклонено 30% таких рейдов. Не меньше 10 школ и 5 детских садов откроют на Кубани в нынешнем году. При этом образовательные учреждения должны быть не только введены в эксплуатацию по бумагам, а оснащены оборудованием и полностью подготовлены к работе. Об этом говорил Вениамин Кондратьев на планерном совещании. Кроме этого, в Краснодарском крае приступят к возведению еще нескольких школ и детских садов. Сроки возведения социальных объектов под контролем губернатора. За срыв краевые и муниципальные чиновники ответят своими должностями. В 2020 для Краснодарского края уже назвали годом масштабного строительства большую часть денег. При этом направят на социальные объекты, на то, чтобы начать возводить 20 новых школ и 6 детских садов. Только в текущем году из регионального бюджета выделяет 4 миллиарда рублей. О том, насколько готовы на Кубани к созданию современной инфраструктуры, говорили сегодня на планерном совещании у губернатора. Главная задача – не сорвать сроки. Тем более, что список приоритетных объектов был известен еще в прошлом году. Тогда же распределили деньги между муниципалитетами. Что позволит в районах раньше открыть торги, а значит оперативнее приступить к строительству. Однако даже в таких условиях нашлись те, кто просто не успел подготовить необходимую документацию. Как итог, положительное заключение экспертизы получили только 10 объектов из 26. Из-за нерадивости глав, глав, либо их заместителей, страдать жители не могут. Конечно, мы сейчас можем сказать, что только глава, какая-то команда такого или иного муниципального образования не в состоянии даже проект вовремя подготовить, экспертизу пройти. Ну что теперь, жители должны быть виноваты за нерадивость глав, за нерадивость команд. Нет, жители виноватыми здесь быть не могут. Сперва тогда команды должны быть переформатированы. Но жители 100% здесь не могут быть заложниками вот этой нерадивости. Жителям нужно результат. Если районные власти не могут дать, значит дадут краевые. Но уже команды там будут другие в этих муниципальных образованиях. Но социальные объекты они точно получат. Жители тех или иных районов, станиц, городов, поселков. Там, где мы пообещали, получат. Разобраться в причинах сложившейся ситуации Вениамин Кондратьев поручил главе контрольного управления. Фамилии провинившихся, руководителей и их заместителей Максим Туровец сразу же заносит в отдельный список. Тех, кто хотя бы раз сорвал строительство социальных объектов, как минимум ждет выговор. Серьезной проблемой для муниципальных чиновников уже могут стать центры единоборств. Возведение 14 подобных комплексов планируют начать в этом году. К февралю от районов ждали документы для перечисления субсидий. Однако поторопиться решили далеко не все. Центры единоборств самбо нужны мальчишкам, да и девчонкам в каждом, в любом муниципальном образовании. Центры единоборств, вы что? Ребят, да какой регион может похвастаться, что он может предусмотреть финансирование на 14 центров единоборств? А у нас финансирование есть, документов нет. Это абсурдная ситуация, абсурдная, но которая, к сожалению, имеет место быть. Тревожит то, что лица, которые допустили ситуацию. Продолжают работать. Они спят и думают, что они даже продолжат так же спать. Нет. Никто, если вот этими выговорами они не пробудятся, тогда другие будут заниматься этими направлениями. В март месяц я с этой командой не перейду. Не перейду. Услышали меня? Еще раз подчеркиваю. Люди ждут и надеются на муниципальную власть, на кровавую власть. Они видят экономику, наши доклады. Но они хотят это видеть реально вокруг себя. Параллельно со строительством новых объектов масштабную реконструкцию устроят и для старых соцучреждений. В списке на ремонт 42 больницы, 5 поликлиник, 59 заведений культуры, от сельских клубов до местных театров. Утверждены дорожные карты и по образовательным учреждениям. 600 миллионов рублей направят на обновление 124 школ и 78 детских садов. Особо просим учесть глав, и тоже в этой дорожной карте мы это учитываем, наш график приемки образовательных организаций. Везде звучит, что, по сути говоря, мы должны быть готовы к 1 сентября, но на самом деле мы должны быть готовы к 20 августа, потому что именно тогда завершаться приемка образовательных организаций. Во время докладов краевых министров Вениамин Кондратьев обращает внимание, что все улучшения должны быть не только в статистике и на бумаге. Оценку чиновникам в конечном счете ставят жители за конкретные результаты их работы. Хорошие показатели в последнее время по отчетам главы регионального Минжи-КХ наблюдается в программе капитального ремонта. Однако вместе с числом обновленных домов увеличилось количество обращений по качеству работ. В прошлом году мы вышли уже на темп, по моим данным, отремонтировано 1244 многоквартирных домов. Коллеги, это за год отремонтировано 1244 многоквартирных домов. Динамика, безусловно, налицо, положительная динамика. И вот я сказал 1244, а за 4 года мы отремонтировали 1342, за 4 года, а это за год 1244. Но теперь количество должно равняться качеству. Качество, это очень важно. Но количество жалоб на качество, оно подросло. Но исходя из того, что больше отремонтировали, подросло. Либо на самом деле, как бы вот за этим количеством, где-то качество у нас просело. Вот здесь я хотел бы разобраться. Но и количество мы должны достигать не путем вычеркивания из программы тех или иных домов, которые нуждаются в капремонте. Ни в коем случае. Не за счет вычеркивания, а за счет, на самом деле, настоящего ремонта тех домов многоквартирных, которые находятся в программе капитального ремонта. И деньги, еще раз подчеркиваю, на это есть. Контролировать все работы губернатор поручил министру жилищно-коммунального хозяйства региона. В графике на выполнение капитального ремонта в текущем году стоят 869 многоквартирных домов. До 1 декабря стоит задача план 2020 года завершить. А к 1 ноября уже будет сформирован план 2021 года. И в 2020 году мы уже проведем торги на 2021 год и приступим к реализации. В числе выступающих на совещании сегодня главы районов. Теперь они могут выносить на обсуждение один из вопросов. Так, глава Креновского района попросил увеличить объем финансирования программы по развитию аквакультуры. Отрасль сегодня набирает обороты. К Венемину Кондратьеву обратился и мэр Геленджика. К нему поступает обращение жителей, которые проживают в садовых товариществах. Проблема в чем? Дороги, подвижные пути к этим СНТ, они находятся в категории земель, земли, лесфонда. Задача какая? И тут нужна также и поддержка ваша, почему мы эти вопросы поднимаем. Мы хотим включить изменения в генеральный план, который у нас планировался на 2021 год. И эти земли, инициатива направлена на то, чтобы они зашли земли населенных фонтов. Именно дороги, которые ведут к этим СНТ. Здесь надо подойти взвешенно. Еще раз подчеркну, если кто-то залез в лесной фонд, а теперь мы должны помочь им узаконить то, что залезли. В рамках правого поля, в рамках закона сделать жизнь их там комфортной. Вот здесь это не тот путь. Если человек считает, что он выше другого человека, но он ошибается, с моей точки зрения. Или выше других людей. Поэтому давайте таким образом здесь поступим. Я вам поручаю разобраться о легитимности создания этих садовых товариществ. О легитимности нахождения людей в лесном фонде. И мне важно понимать, что предприняла местная власть, в том числе того, чтобы навести порядок. В том числе с тем, что лесной фонд почему-то не является лесным фондом, а превратился в том числе в земли поселения. По факту. Такой обновленный формат планерки поможет оперативнее решить спорные вопросы на местах. Ведь за столом все те, от кого зависят конкретные решения в той или иной отрасли. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Субтитры предоставил DimaTorzok В Сочи официально появился поселок городского типа Сириус. Отдельную административно-территориальную единицу создали в Сочи в соответствии с подписанным распоряжением правительства. Об этом говорится в тексте распоряжения, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Напомню, во время голосования с 8 по 13 октября за создание в Америтинской низменности поселка Сириус высказались более 5000 местных жителей. Планируется, что поселок станет новым деловым и досуговым центром в Сочи и будет дополнительно привлекать туристов. Документы были направлены на экспертизу в Росреестр в ноябре. К другим новостям. Алексей Копайгородский вручил ветеранам медали «75 лет победы в Великой Отечественной войне». Первым юбилейную медаль получил ученый с мировым именем Борис Лапин. Чтобы вручить награду фронтовику, глава города Алексей Копайгородский приехал в Институт приматологии. Этот научный центр Борис Лапин возглавлял более 50 лет. С уважением к вам, к вашей деятельности, ко всему коллективу приехали пожать руку и сказать слава и благодарность. С первых дней Великой Отечественной Борис Лапин находился в действующей армии. Был пилотом, инструктором парашютно-десантной службы, участвовал в боях на Курской дуге. Сразу после фронта Лапин поступил в мединститут. И вот уже более 75 лет он в строю. Ветеран уже 98, но он продолжает заниматься наукой. Возможность работать считает большим счастьем. Я как-то возраст свой не очень чувствую, понимаете ли. И то, что я не просто работаю, а я занимаюсь исследовательской работой, вот так вот, научная работа, это чрезвычайно важно и чрезвычайно интересно для меня. На встрече с главой города Борис Лапин говорил о развитии института приматологии. После этого, чтобы исполнить поручение президента России, глава Сочи отправился в ЛАО к фронтовику Василию Ткаченко. Совсем юным он ушел в партизанский отряд, который базировался неподалеку от Туапсинского района. Позже был призван в действующую армию. Мне было 16 лет, я участвовал в оборону Кавказа. Потом 17 лет участвовал в освобождении Кубани, Краснодарский край. Свой кровный край, где я родился и где я прошел путь такой, что никому я не желаю видеть больше. До 9 мая награды будут вручены более чем 2000 ветеранов. Решением городского собрания Сочи каждому из участников войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и ветеранам Трудового фронта предоставят единовременную денежную выплату от 5 до 10 тысяч рублей. Для получения выплаты необходимо обратиться в отдел социального развития администрации района по месту жительства. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. И мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 4 февраля 1945 года шли бои за город Будапешт. В столице Венгрии советские войска вели уничтожение окруженной группировки противника. Прорывались буквально по несколько кварталов и переулков. Для атаки решили обмануть противника. Сначала с боями взяли крохотный плацдарм на севере города. Потом вызвали на себя огонь. Фашисты подтянули к этой точке основные силы и не заметили, как к ним в тыл высадился советский десант. А еще 4 февраля началась знаменитая Ялтинская конференция. Это вторая по счету после Тегеранской официальная встреча глав союзных государств антигитлеровской коалиции СССР, США и Великобритании во время Второй мировой войны. Все понимали, что победа над фашистской Германией – это лишь вопрос времени, но в расстановке войск советская сторона была все же вне конкуренции. Войска союзников стояли на границе рейха, в то время как советские войска находились буквально под Берлином. К тому же крупным успехом советской дипломатии стало проведение конференции именно на территории СССР. Хотя накануне британская и американская делегации встречались на Мальте, чтобы проговорить заранее стратегические вопросы, но именно Сталин был центральной фигурой Ялтинской конференции. Главной задачей СССР было добиться обеспечения нерушимости своих послевоенных границ, как в Европе, так и в Азии. Был подписан документ, весьма важный для Советского Союза – это соглашение по репатриации военных и гражданских лиц. На Ялтинской же конференции была начата и реализация идей новой Лиги наций. Так был решен вопрос о создании ООН. Сталин добился включения в число членов ООН не только СССР, но и Украинской и Белорусской республик, как наиболее пострадавших от войны. Еще одно важное соглашение, которое было заключено – о вступлении СССР в войну против Японии после безоговорочной капитуляции Германии. В обмен на это Советский Союз получал Курилы и Южный Сахалин, потерянный в русско-японской войне, а также аренду Порт-Артура и Китайско-Восточной железной дороги. Ялтинская конференция имела большое историческое значение. Принятые на ней решения во многом предопределили послевоенное устройство Европы и мира практически на полвека. Кстати, в Сочи в память о Крымской конференции был установлен памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю. Скульптурная композиция находилась в сквере на территории санатория Красмашевский. В Сочи детям-сиротам вручили ключи от квартир. Счастливых новоселов сегодня пригласили в мэрию. Ключи от квартир сегодня вручили 20 сочинским сиротам. Собственные квадратные метры теперь есть и у Анжелики Гармашовой. Сиротой девушка стала в 7 лет. Тяжелое детство вспоминает с неохотой, в том числе из-за постоянных переездов с места на место. Говорит, было большим везением, когда родственники могли приютить на длительный срок. Но сегодня кочевая жизнь закончилась. Теперь у Анжелики есть своя квартира в Краснодаре. Обязательно переедем, потому что это все-таки твой уголок, и его бросать нельзя. Я работаю воспитателем, и в любом городе, думаю, можно найти работу воспитателя. Что здесь, что в Краснодаре. Думаю, проблем не будет с этим. В душе все кипит. Стараюсь держать себя в руках. И, конечно, есть чувство спокойствия за свое будущее. Квартиры, приобретенные для детей-сирот, полностью отремонтированные. Даже кухня оборудована плитой. Осталось завести мебель. Мне сегодня по поручению главы города Сочи, Капайгородского Алексея Сергеевича, было очень приятно принять участие в таком знаковом мероприятии. Сегодня мы вручили ключи 20 детям-сиротам от квартир, которые приобрели им по государственной краевой программе. Ну и, соответственно, из бюджета города Сочи тоже соответствующая сумма была внесена. Сейчас они будут заключены договора социального найма. После этого ребята спокойно смогут эти квартиры, скажем так, приватизировать и в дальнейшем по своему усмотрению ими распоряжаться. В 2017 году из Краевого в сочинский бюджет было выделено 14 миллионов рублей для приобретения 12 квартир детям-сиротам. В 2018-м свое жилье получили 19 человек. Регион для этих целей предоставил 23 миллиона. В прошлом году финансирование составило 50,5 миллионов рублей. 36 квартир муниципалитет приобрел, но благодаря софинансированию. Решением городского собрания Сочи из городского бюджета дополнительно было выделено 13 миллионов. В бензобаке печки и вместо белья на границе с Абхазией пресечены очередные попытки провести партию сигарет. На этот раз таможники изъяли более 1200 пачек. 453 пачки были спрятаны в бензобаке Вазовской четверки. В девятке табак был спрятан в пластиковом кожухе печки, в консоли воздуховода, а также в запасном колесе. Всего 284 пачки сигарет. В этот же день на пешеходном пункте пропуска подозрения вызвали две женщины, на которых среагировал металлодетектор. У одной из них под курткой и кофтой на теле скотчем были закреплены 316 пачек сигарет. Другая гражданка в специальной жилетке пыталась провести 192 пачки. Жительницы Абхазии пояснили, что все это они планировали перепродать в России. Сигареты изъяты, возбуждены дела об административных правонарушениях. Сочинцы смогут сделать свой выбор по благоустройству города. 16 февраля любой житель старше 14 лет, зарегистрированный в городе Сочи, сможет принять участие в голосовании по благоустройству. Любой желающий сможет отдать голос за ту общественную территорию, которую, по его мнению, необходимо благоустроить в первую очередь в следующем году. Для этого оборудуют 24 специальных пункта голосования. Причем работать они будут не только в центральных частях районов. Свой выбор сочинцы могут сделать и в администрациях сельских округов. Работы по благоустройству будут проведены в рамках муниципальной программы формирования современной городской инфраструктуры. В каждом районе предлагается на выбор один из двух объектов. В Хостинском предлагается обустроить сквер в микрорайоне Благодать либо спортивно-оздоровительную площадку на улице Искры. В Лазаревском сквер рядом с больницей номер один либо набережную вдоль реки Псизуапсе. В Адлерском районе в следующем году можно будет разбить один из двух скверов по улице Молокова либо в селе Красная Воля. В центральном районе жители смогут сделать выбор обустроить в первую очередь зону отдыха на Мамайке либо в микрорайоне Донском. Голосование, напомню, пройдет 16 февраля. В горах Сочи открыли снежный маршрут. Он проходит в Сочинском национальном парке на высоте от 600 до 1800 метров над уровнем моря. Протяженность 20 километров. На снегоходах время в пути составляет от 2,5 до 4 часов. Маршрут снежный начинается от нарзанных минеральных источников, где можно бесплатно выпить минеральной воды. Дальше маршрут пройдет вдоль долин реки Пслух, кордона и ручья Пслушиненок. В середине пути маршрут делится на две ветки. Одна ведет к обзорно-смотровой площадке в районе урочища Отроги. Там можно посмотреть на хребет Аибга, гору Агепста, а также перевалы хребтов Аишха. Второй путь приведет к памятному знаку в Адлерском районе на перевале Аишха. Здесь в годы Великой Отечественной войны проходила линия обороны Горного перевала от фашистских захватчиков. Маршрут будет открыт и в снежную погоду, но выйти туда можно только в сопровождении госинспектора. Перед путешествием нужно пройти инструктаж в Краснополянском участковом лесничестве по адресу улица Защитников Кавказа, 74. Более полутора сотен спортсменов приняли участие в первенстве Сочи по самбо. Турнир проходил среди юношей и девушек 13-16 лет. Участие в соревнованиях приняли самбисты, представляющие спортивные школы и федерации города. Спортсмены боролись не только за медали турнира первенства, это отборочное состязание. Победители и призеры получили право представлять город на первенстве Краснодарского края и Спартакеаде, учащихся Кубани. Турниры пройдут в марте в Армавире. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях Radist на 56-й кнопке и телепакетах Bilay на 76-й. А также в социальных сетях, в группах Говорит Сочи, в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютьюбе Говорит Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова